В Санкт-Петербурге. Решение. Мы представляем онлайн-учебник по финансовой грамотности, адаптированный для возможностей, связанных с ограничениями незрячих людей. В рамках Хакатона был разработан прототип страницы с учетом особенностей восприятия информации незрячими людьми. Наша команда использует платформу WordPress, что касается составляющей других данных, мы использовали данные Комитета социальной политики, который поддержал этот проект неделю назад. Соответственно, отдельная благодарность Хакатону за встречу с Анной Ладошкиной, которая будет являться участником нашей команды по отработке данного проекта. Я сразу забегу немножко вперед и перейду ваши вопросы. То, что я сказал, это всего лишь одна онлайновая составляющая этого проекта. Дело в том, что есть еще оффлайновая составляющая, и проект онлайн будет реализован после того, как мы проведем обучающие курсы оффлайн, получим обратную связь от людей, от аудитории, с людей с ограниченным зрением, и создадим сам ресурс, исходя из их потребностей. А в дальнейшем мы планируем создать, вывести проект на федеральный уровень. А еще следующая цель – это создать продукт уже банковский, со стороны банков, адаптированный для возможностей, людей с ограниченными возможностями. Спасибо большое. Какие финансовые проблемы вы решаете этим проектом? Мы решаем не финансовые проблемы, мы занимаемся образовательно-просвещенческими задачами. Собственно, я действующий преподаватель, работаю в социальной сфере, только моя целевая аудитория – это пенсионеры. В принципе, различия, наверное, будут только, к сожалению, в худшую сторону, потому что люди с ограниченными возможностями зрения вообще вырваны из контекста взаимодействия с финансовыми структурами. Я могу, например, сказать, что работая с пенсионерами, некоторые из них впервые банковскую карту на моих занятиях вообще реально в руки взяли. Поэтому уровень, к сожалению, у нас есть статистическая информация. То есть как открыть плат банки? Совершенно справедливо. Я как практик от банковской сферы, 15 лет занимаюсь изучением банковской сферы с клиентской стороны, и у меня огромное количество кейсов на своих занятиях. Это помимо теории даю, и в том числе этот учебник будет решать задачу именно такого практического приложения. То есть я правильно понимаю, что это ликбез? Вы не готовите финансиста, вы просто… Совершенно справедливо, да. Это школа просвещения датские, народная школа просвещения. По сути, это та самая модель. А открытые данные какие? Мы, соответственно, данные, ну, на платформе Wordpress, данные мы получили от Комитета социальной политики, в том числе и по количеству людей с возможностями. В нашем городе из 5 миллионов 122 тысяч человек, которые живут в нашем городе, на 1 января 13,9%, почти 700 тысяч человек, это люди с ограниченными возможностями по здоровью. А по зрению из них сколько? Ну, по зрению, там достаточно большая часть. У нас всегда, как мы, с обществом слепых, еще не успели просоверзаться. Скажите, пожалуйста, с технической точки зрения, я правильно понимаю, что… Я правильно понимаю, что с технической точки зрения ваш инструмент не как вот на финансовую сферу, ну, не имеет значения финансовая сфера, это или обучение там чему угодно другому? С технической точки зрения, сервис – это сайт, вы правильно понял? Онлайн-составляющая – это учебник. То есть, в принципе, нет же разницы, это учебник по финансам или по истории, например? Ну, дело в том, что я, соответственно, мы реализуем этот проект, исходя из тех знаний, которые у нас есть. Ну, в принципе, разницы нет. Дело в том, что… Вопрос про техническое. У нас все-таки, ну, здесь, с хатом, история про технические изобретения. То есть, с технической точки зрения, вы просто делаете сайт, адаптированный для людей с проблемами зрения. Да, совершенно справедливо. А вот использование даты, то есть, вы когда ее нашли, вы как-нибудь использовали ее? Все они вместо него не поняли. Ну, просто как была эта open data использована в проекте? Ну, в смысле, что вы… То есть, вы количество, вы адресовали… Ну, мы как-то уемкость рынка пока не… Контроль полиции есть. Контроль полиции. Контроль полиции.